Привет, это Юлия Баталова, а у нас, друзья, новое утро настало, и послушайте, как птички шумят. Точнее, птички поют. С утра даже вот сегодня проснулась, а в 6.30 вышла на балкон. И такая прям, не знаю, как будто музыка льется с улицы, поэтому вышла на балкон, там прям такое пение было. И с утра просыпаешься от этого, и вот прям так приятно на душе. Сегодня после похода у нас, конечно, у всех побаливают ноги. Не так сильно, кстати, приятная очень боль. Ну, еще бы, да, мы, считай, все вместе прошли примерно 8 километров пешком. Это мы ездили в Эрдемли, не доезжая до Эрдемли, после Лимонлу, наверх, там, к водопаду. Потом мы поехали еще на обратном в амфитеатр. И все это... Кто смотрит мой ролик впервые, все это было в предыдущем ролике. Проходите на мой канал, смотрите, подписывайтесь, друзья. Я в каждом ролике рассказываю о жизни в Турции, показываю цены. И также подписывайтесь на мои другие каналы. Все ссылочки в описании и в комментариях. Ну, а я иду с магазина А101, недалеко от садика. Детей отвела в садик и сейчас иду домой. Друзья, что же я купила? Давайте с вами поделюсь. Купила вот такие вот колбаски. Смотрите, называется Fume Pellich. Я, конечно, обычно покупаю хинди, Fume. Это из индейки, но тут не было, поэтому взяла вот такую вот. Стоит одна 14,75-60 грамм. А вот именно Fume мне очень нравится. Она похожа на наши колбасы. И интересно, вот, бывает ли, кто вот в Турции живет, я знаю, что меня смотрят и из Турции, бывает ли такая колбаса цельная вообще? И где ее купить? Подскажите. Вот. Купила мясо, говядина. 400 грамм стоит уже 162,50 лиры в магазине. 400 грамм. То есть килограмм где-то 350, наверное, выходит. Раньше было дешевле в магазине, где-то там 100. Даже дешевле было год назад. И, в общем, в магазине дешевле стоит. Но мне сейчас прям надо, поэтому я купила в магазине и стала к мясникам идти. Купила вот такой вот сахар 400, то есть килограмм рафината. стоит 29 лир. Вот. Ну и купила батончики. Поход тоже вот такие вот батончики взяла. Набрала пастилы. И нам это всем понравилось. И думаю, дай-ка себе вместо всяких шоколадок буду это покупать. Хочу немножко рассказать вам, а куда же, собственно, мы вчера и как, каким образом ездили на экскурсию, в поход. В общем, ездили мы вчера в Соклы, Шэляле, Корамшалы. И такое место в горах. И если я не забуду вам, обязательно оставлю точку на картах. И вы можете пройти по этой ссылочке, посмотреть, где находится, кто, может быть, в Турции живет, хочет съездить. В принципе, кто живет в Мерсине, либо там даже в Газипаше могут съездить сами, если есть машина. Вот. И по пути со стороны Селевке в сторону этого водопада, не доезжая в двух километрах. Это вот этот амфитеатр, который мы посетили позже. Вот. Собственно, поехали мы всей группой с работы мужа. То есть от его организации один человек организует такие вот мероприятия еженедельно. И сами выборочные люди как бы, если хотят, то едут, берут детей. Оплата, получается, за каждого человека примерно что-то около... То есть за одно место, просто за место одно платите, и все. 350 лир у нас, получается, двое детей. Мы как бы их за них не платили. Мы просто в случае того, что, если, допустим, не было бы места, они бы сидели у нас на коленках. Но там были пустые места, поэтому они сидели рядом. Вот. В принципе, было вообще несложно с детьми. Им по пять лет, и даже с детьми можно ехать на эти походы. Сначала доехали мы до определенного места на автобусе, а потом уже мы пешком шли до этого места. Было прикольно, нам очень понравилось. Единственное, но у меня, оказывается, так как я раньше не была в горах, прям конкретно не отъезжала от моря, оказывается, у меня очень сильно, как сказать, чувствуется вот это вот то, что давление там как сильнее становится или как. В общем, у меня начала болеть очень сильно голова. Очень сильная голова разболелась. Такое ощущение, что внутри была какая-то пульсация, и всю дорогу, весь поход у меня болела голова. Даже когда я еще приехала домой, она у меня болела, поэтому я выпила таблеточку от головной боли, и уже где-то спустя минут 15, наверное, прекратилась. Вот. Единственный минус, а так все было вообще супер, все было отлично, мне очень сильно понравилось. Ну, у меня как бы с детства внутричерепное давление, возможно, из-за этого, потому что, в принципе, все мои, что муж, что дети, чувствовали себя прекрасно. Вот. Вот такие вот дела, кому интересно. А у нас, друзья, настало новое доброе утречко. Сегодня также отвела детей в садик. Время еще пока 8.15. Все магазины открываются. У нас здесь 8.30. Вот, смотрите. А101, и они только-только еще разгружают товары, только-только начинают работать. Через минут 15 откроются. Как раз, думаю, с вами эти 15 минут прогуляться. Давно я здесь не прогуливалась. Обычно в садик, в магазин и сразу домой. Здесь у нас вот рядом школа. Дети уже с утра, с 7 утра, начинают здесь играть в футбол. Иногда даже по утрам они танцуют. Это у нас начальная и средняя школа. А в Турции сейчас проходят выборы. Я не знаю, вот какого числа будут выборы. Может быть, конечно, они уже там... Я вот, честно, даже не знаю, не могу сказать. Кто знает, напишите, какого числа выборы. И еще сейчас вот действующий мэр, я так понимаю, еще раз выдвигает свою кандидатуру. Очень часто его везде, его везде очень часто рекламируют. Возможно, он и выиграет. Ну, не знаю, я так считаю. А тут у нас, кстати, магазинчик есть вот такой вот, Дуан Маркет. И недавно я туда зашла, удивилась. Там есть все. И овощи, и фрукты, и все, что я обычно раньше не находила в магазинах. Здесь есть. Посмотрите, я зайду, поснимаю немножко, что тут есть. Какой найден? Тут есть и фрукты, и овощи, и вот такие вот всякие товары. То есть, в принципе, можно и тут купить, не дожидаться. Что-то я прям привыкла к сетевым товарам. И даже не знаю. Вот, допустим, вчера я купила за 29, но, в принципе, здесь тоже 40. Здесь и за 35, даже за 30 есть шикер. В принципе, цены хорошие. Может быть, тут только купить. Так, есть чечевица, есть все, есть яйца, и есть ли молоко. Даже молоко есть 35 лир. Ну, ладно, я все-таки решила с вами немножко прогуляться. Поэтому давайте пройдемте до шока. Ничего себе, смотрите, здесь весенитики есть. По 10 лир. Так, друзья, я хочу пройтись вот по этой улице. Мне интересно, я тут не была. Мы с вами сейчас ее как раз и посмотрим. Так, ну, Ашук, вот там вот. Мы по той улице как-то на велосипедах прогуливались, а вот по этой улице мы не гуляли. Немножко прогуляемся, поболтаем. Вот, ну что. Хотела немножко еще рассказать вам по поводу того, как мы вообще решились на экскурсию. Особенно с детьми. Смотрите, какой домик тут старенький. И люди тут живут. В общем, решились мы так. В машине ездят. Мы, ну, вообще, как бы, я давно планировала съездить на какую-нибудь экскурсию. Заодно поснимать, вам показать все, рассказать. Но почему-то все никак не собирались. И тут, говорит, прям муж. Зашли к мужу на работу и предложили экскурсию. Говорит, каждую неделю ездят. То есть организовывают с работы один человек. Смотрите, какие розы растут у балкончика. Вот, и, говорит, предложил, давайте, говорит, на этой неделе поедем. Они далеко. Они обычно ездят и в Анталию, и там всякие экскурсии. Естественно, эти экскурсии получаются выгоднее. Почему? Потому что мы оплачиваем не как за тур. Мы оплачиваем просто за место. То есть, вот, допустим, мы съездили в Эрдемли. Не доезжая до Эрдемли, да? Съездили, посмотрели. Всякие там водопады, в горы полазили. И на обратном амфитеатр. Вот это вот у нас на одного человека вышло 380 лир. И нас, получается, взрослых, сыну старшему 15 лет, у нас, взрослых, получается, 3 человека. И из пятерых мы оплатили только за троих. Дети, получается, бесплатно поехали. Вот, 380 лир на троих, и это 1200, пусть будет округлим, 1200 лир. Это, получается, 3600 в рублях. Это очень выгодно, я считаю. Единственное, нужно покупать что-то покушать. Мы, если честно, особо не потратились. Ну, может быть, в общем, лир 500 ушло на всякие там колбасы, сыры. О, смотрите, тут есть площадка даже. Могу с вами вот здесь вот посидеть, поболтать. Я даже не знала, что здесь есть площадка. Короче, здесь вот такие вот площадки на каждом углу. Единственное, вот это, конечно, меня смущает. Прямо над площадкой. Люди гуляют с собачкой. Сразу я отличаю русскоговорящих от турков. Они даже одеваются по-другому. Вот, и получается, что сколько? 500 лир, это, наверное, полторы тысячи. И выходит где-то, ну, пусть будет на 5000 рублей съездить в горы, погулять, да ещё и с детьми на комфортабельном микроавтобусе. Почему бы и нет, друзья? Вот, и получается, что мы решили, наверное, всё-таки поедем. Надо уже начинать, потому что дети уже более-менее большие, им по 5 лет. И мы ездили раньше на экскурсии всякие, допустим, ездили на корабле, вот эти вот морские путешествия же есть, всякие экскурсии. Один раз ездили, они очень были маленькие, но единственное, меня и там укачало. У меня есть морская болезнь, получается, что я не могу на такие экскурсии ездить. Мы вообще с дочкой спали всю экскурсию, а у меня муж там и на пенной вечеринке побывал. И с сыном, и там вообще что-то не делали они. В общем, они погуляли, им понравилось. Потом мы, помню, съездили в хамам все вместе. Дети ещё были тогда маленькие, им было где-то 3 годика. И они, короче, боялись вот этой вот всякой парилки, вот этих жарких всяких процедур. Они там ревели, помню, но их в итоге с ними тоже посидели. В спа-зоне, где отдыхают, с ними посидели, а мы попарились. В общем, тоже как-то не очень было. Ну а сейчас, вот честно скажу, дети себя вообще нормально вели. Да, иногда хныкали, ныли, что устали. Мы садились, отдыхали по пути, пили чай, делали пикники такие мелкие. И вообще, конечно, очень всё было супер. Я считаю, что это недорого. Это, знаете, как вот даже самостоятельный поход получается у нас. Если, в принципе, кто здесь живёт, если есть такая возможность собрать группу, просто заказать автобус, почему бы и нет. Это вообще супер, то, что они так придумали. Я знаю, что в Акую, как бы там несколько организаций. И наша вот отдельная организация, это от нашей организации. И я знаю, что такие походы делают часто. Есть там даже в Инстаграме группа. Они тоже куда-то там ездят все вместе. От Акую. Там, короче, подрядных организаций много. В общем, и давайте ещё немножко погуляем. Сегодня одела курточку. Немножко прохладно выходило. Показывала 10 градусов. На солнышке хорошо. Но по утрам, вот сейчас вот в Турции, по утрам вот такая вот погода. 10-15 градусов. Потом в обед просто жара. Поэтому с утра я курточку ещё накидываю. Иногда бывает, конечно, одеваю кожанку уже с кофточкой. А тут я в домашней футболочке чисто накинула курточку и всё. Вот. Уже вот даже на солнце как бы так-то жарковато. Но сейчас посидела, попа замёрзла. Поэтому пошлите лучше прогуляемся. И смотрите, друзья, какой вид на горы. Какая красота. Я вот заметила, что вам нравятся такие ролики, когда вот я рассказываю и снимаю всё. И я решила, что буду дальше поддерживать такой формат, такой контент. И чтобы для вас было приятно, чтобы вы могли наслаждаться Турцией, прогуливаться вместе со мной по Турции. Вообще вот здесь вот, получается, протекает такой канал. Я не знаю, может быть, он тоже как-то идёт с гор. Может быть, это как речка даже. Может быть, она попадает в Гёксу. Может быть, какой-то такой канальчик, ответвление реки Гёксу. Кто знает, расскажите. Смотрите, она идёт со стороны гор. Когда мы ездили на экскурсию, там было очень много бассейнов. И, друзья, они были настолько холодные. Мы даже вот поднялись, старший сын попробовал помыть руки там. То есть, говорит, ледяная, говорит, вода. Вот, наверное, она тоже как-то идёт, бьёт снизу. И, может быть, источники какие-то, может быть, речка какая-то с гор идёт. Но там реально вода леденющая прямо. Вот. Кто не смотрел этот ролик, заходите на мой канал. Посмотрите предыдущие видео. Оно настолько классное. Я там постаралась всё по мелочам прям показать. Как мы шли. Как мы с детьми шли. Поднимались в гору. Спускались с неё. В общем, я советую посмотреть этот ролик. Здесь у нас в Селивке, конечно, отличается от Газипаши. Действительно. Смотрите, какие высотки стоят. Мы сами тоже вот в высотном здании живём. И это, конечно, необычно для меня. Я была в Мирсине один раз всего лишь. Но я, получается, мы ездили в сам Мирсин, там в центр. Потом мы ездили, жили, получается, в каком, как он называется. Ну, там, где, в общем, все сейчас в основном русскоговорящие живут. Мне там не очень понравилось. Знаете, там мало вот зелени. Там много высоток. И, в общем, это, наверное, каждому своё. Там было очень много народу. А здесь что-то среднее между Газипашой и между Мирсином. Мы жили до этого в Газипаше. Там вообще практически не было высоток, и мне этого не хватало. Там не было магазинов. Там не было всего того, что здесь есть. И здесь у меня вот это вот, вот этой вот нехватки, вот этих чувств, которые возникали в Газипаше. Здесь их нет. Здесь прям, не знаю, в общем, здесь какая-то и жизнь насыщенная. Здесь мы постоянно куда-то гуляем. То есть даже одна можешь прогуляться. Здесь рядом школы, рядом садики, людей как бы русскоговорящих очень много. Вот спрашивают в комментариях, пишут. Здесь русскоговорящих, ну, просто вот очень много. Они вот повсюду. Это как в Алании, наверное. И еще все там продавцы в садиках, школах тоже русскоговорящие. Поэтому как-то вот, ну, необычно. Ну, приятно, честно. И хочу закруглиться, наверное, по поводу темы экскурсий. Хочу сказать, что раньше, когда вот мы ездили, мы приезжали как туристы. Это, конечно, совсем другое, честно скажу, да, сейчас, как-то, знаете, ощущения те же приятные, да, классно там гуляешь. Вот. Но это совсем другое, друзья. Это совсем другое, когда ты сам живешь в Турции. И ты понимаешь, что ты не ограничен. Не ограничен во времени. Не ограничен в финансовом плане. В плане того, что тебе, чтобы в экскурсию сходить, нужно сначала прилететь в Турцию, заплатить бешеные бабки. Смотрите, вот здесь вот старый домик стоит, он один-единственный, вот, можно сказать, вот именно вот в этой местности. Здесь все такие большие новые дома и вот такой вот старенький дом. И он обычно, когда было холодно, он прогревался, включали тут этот, печку и жгли. И прям оттуда всегда шел такой запах. В общем, этот домик, он один здесь. Ну, а я дошла до шока сейчас. Ну, давайте я еще прогуляюсь до площадки той, покажу вам площадку, которая здесь с нами рядом. И договорю свою мысль. В общем, друзья, вот это вот ощущение, что ты не ограничен. Ты можешь передвигаться по Турции сколько угодно. То есть еще и сейчас такая возможность нарисовалась, что можно выезжать на экскурсии за столько, за такие копейки, как бы. Это вообще, конечно, радует. А у меня и было в планах вот так вот, пока живем в Турции, объездить ее, поизучать все. Ну, вообще, канал, когда я создавала, мне, конечно, хотелось, знаете как, снимать отели. Бывать в отелях, снимать. Но, естественно, это более такое затратное дело в финансовом плане. Поэтому я немного отодвинула это назад. Сейчас вот будет больше таких экскурсий, больше таких вот прогулок. Ну, а в будущем, конечно же, я хочу, планирую именно ездить по всяким отелям. Пробовать снимать, показывать вам. У меня, кстати, на канале есть два обзора по поводу отеля. И очень часто мне пишут, спрашивают, задают вопросы по поводу именно вот этих отелей. Вот. И мне это приятно. Я понимаю, что людям это интересно. И я намерена делать такие ролики в будущем. В общем, вот такая вот площадка. Здесь есть тренажеры. Здесь есть огромная площадка для детей. Есть беседка. И вот там вот я думаю, что будут делать такое, как баскетбольную площадку. Там зелёную искусственную травку сделали, а ещё заборы не поставили. Собачка там лежит. Ну, а я, друзья, пойду сейчас в шок. И буду с вами прощаться. Пишите, друзья, что мне снимать, что вам больше нравится. Буду делать ролики такие именно. Спасибо. Благодарю всех. Спасибо всем за то, что вы меня смотрите. За то, что остаётесь со мной. Спасибо. Мне очень приятно, что пишите комментарии. И хочу всем пожелать самое главное – радостной жизни. Чтобы каждое мгновение вашей жизни протекало счастливо. Берегите себя, берегите своих близких. Всем мирного неба над головой. Всем пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok